Эскадренный миноносец лейтенант Зацариной, названный в честь морского офицера Измаила Зацаринова, российскому императорскому флоту, успел прослужить недолго – всего три года. В октябре 1917-го он подорвался на немецкое имение и, разломившись пополам, затонул на траверзе острова Змеиный, близ современной Одессы. В той катастрофе из 94-х членов экипажа погибли 44 моряка. Корму корабля отбуксировали к суше ещё тогда. А вот носовая часть осталась на 40-метровой глубине на долгие 90 лет, пока её не обнаружили специалисты Черноморского центра подводных исследований. Работа по подъёму и расконсервации экспонатов заняла пять лет. Самым трудоёмким оказалось сохранение документов, на которые воздух мог оказать пагубное воздействие. «Они находятся в воде для консервации, потому что если подымать непосредственно с дна моря сразу на воздух, начинает всё разрушаться. Соответственно, надо провести консервацию. Оно где-то порядка трёх месяцев вымачивается в дистиллированной воде, затем каждая страничка прорабатывается определённым консервантом. Потом оно отдельно, каждая страничка достаётся, высушивается, перекладывается и уже потом мы можем в рамочки или у нас в папочках с файликами они лежат в таком читабельном состоянии по порядку, по страничкам, как оно было изначально». Всего удалось поднять порядка трёх тысяч документов. Это императорские приказы по Черноморскому флоту, рапорты, бортовые журналы, циркуляры, дневники. А также фонарь машинного отделения и буквы с названием эсминца. Особое внимание привлекают чудом сохранившиеся после взрыва стеклянные бутылки и мензурки лазарета. Более того, в них можно увидеть остатки лекарств – борсучий жир, йод, кристаллизированную микстуру. Всё это представляет для историков огромную ценность. «На дне Чёрного моря на научном учёте состоит более двух тысяч объектов культурного наследия. А на официальном государственном учёте, как памятники, как объекты культурного наследия, которые уже взяты на учёт и включены под охрану, всего пять. Вот на предыдущем заседании методического совета уже за период работы этого центра, он работает только с конца прошлого года, подготовлена документация ещё на семь объектов культурного наследия, которые тоже будут включены в государственный реестр». Сегодня у департамента подводного наследия своего музея нет, но уже в ближайшее время их планируется открыть сразу два – Феодосии и Судаке. Лариса Раевская, Виктор Кислиц, инстаграмма «Наше время», Симферополь.